Я приветствую всех, кто нажал на это видео. Возможно, вы изучаете латышский язык, а, может быть, вы нажали на это видео просто из интереса и, скажем так, для общего развития. В любом случае, я надеюсь, что вы узнаете для себя что-то полезное. И, наверное, скажу пару слов, почему, зачем я снимаю это видео. Дело в том, что многие мои ученики не раз говорили, что глаголы учить тяжелее всего. При этом неважно, какой язык человек учит, будь то английский, немецкий, испанский, итальянский, латышский, почему-то труднее всего заучивать глаголы. И многие мои ученики также просили меня записать какие-то аудиоматериалы, особенно просили те, кому я помогала с латышским. И вот я решила сделать такие видео, которые будут посвящены именно глаголам. Я решила начать с латышского языка, и именно с глаголов первого спряжения, так как эти глаголы самые сложные, там много исключений, много всего нужно заучивать. Я, конечно, не претендую на идеальное произношение, но буду стараться. Итак, я начну с глагола «буд». По-русски глагол «буд» обозначает «быть», «являться». Это, так сказать, основа основ. И разберём спряжение глагола «буд» в настоящем времени. Итак, «эс эсму» – «я есть», «ту эси» – «ты есть», «винь швиня», а также «вини виняс» – «ир». То есть в латышском языке «он», «она» и «они» имеют одинаковую форму глагола. И в дальнейшем я, возможно, не буду повторять все местоимения, я, может быть, буду проговаривать просто «винь швиня». Значит, «винь швиня» – «ир». Итак, я повторю всё ещё раз. Вы можете вместе со мной, а можете сначала послушать, потом повторить, как вам удобно. Итак, поехали. Теперь, когда мы разобрались с настоящим временем, мы легко сможем присоединить прошедшее и будущее. Итак, сейчас я буду называть только прошедшее время. И ещё раз. А теперь будущее время. И повторяю ещё раз. А теперь соединим все формы. Я читаю всё вместе и настоящее, и прошедшее будущее время. Я читаю. Я читаю. Как мы можем использовать глагол «быть»? Когда мы говорим, что кто-то, например, является кем-то. Например, по-русски я скажу «я переводчица», а по-латышски я должна сказать «я есть переводчица». И таким образом получается «эс эс эс мутулку таая». По-русски я скажу «она латышка», а по-латышски я должна сказать «она есть латышка». «Виня ир латвиэте». Янис – мой друг. Янис – по-латышски янис есть мой друг. Янис – ир мансдраукс. Дальше. Нам понадобится глагол «быть», когда мы говорим о том, что кто-то или что-то обладает какими-то качествами. Например, ты счастливый. Ты эси лайми икс. Вы очень дружелюбные. Ю сэсат лёты драудзи иги. Эта книжка интересная. Щи грамота ир интересанта. Также глагол «быть» нам нужен, когда мы говорим о том, что кто-то или что-то где-то находится. Например, эс бию библиотека. Я была в библиотеке. Нэс биям вэйкала. Мы были в магазине. Грамота ир узгалда. Книжка находится на столе. Я надеюсь, это видео для вас оказалось полезным. Если любите латышский язык, если любите вообще иностранные языки, то, пожалуйста, поставьте мне лайк. И подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписались. Всё. Всем спасибо за внимание. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok